Приветствую вас в этом прямом эфире. Сегодня у нас будет интересная очень информация. Мы будем работать вот такой прекрасной коллекцией с аффирмейшнс, аффирмаций. Подскажите, всё ли хорошо видно, всё ли хорошо слышно. И позвольте, я сделаю себе небольшое хулиганство. Но это чтобы вам было лучше видно. Так, сегодня мы делаем с коллекцией аффирмейшнс очень интересные градиенты. Очень интересные градиенты. Посмотрим, что у нас здесь есть в наличии. Здесь есть очень классная подборка цветов. Они все очень актуальны. Особенно, знаете, сейчас готовилась тоже к эфирам. И смотрела разные тренды на ещё будущий сезон. И я вам хочу сказать, что даже на будущий сезон всё это будет максимально актуально. Итак, у нас здесь представлены цвета. Очень такой интересный, зелёненький, травянистый. Очень интересный, голубенький, такой, знаете, небесно-голубой. Очень красивый оттенок. Разбелённый. Классный, также коралловый такой цвет. Розово-коралловый. Очень любим клиентами. Клиенты обычно его просто обожают. И интересный такой вот коричневый. Коричневый, он такой достаточно холодный оттенок. И также очень классно смотрится на ногтях. Очень благородный оттеночек. Здесь у нас ещё также есть декорации. Декорации именно на тему аффирмаций, на путешествия, на красоту, на взаимоотношения, на деньги, конечно. Вот она моя любименькая. И QR-код с идеями к этой коллекции. Давайте оставим этот сзади для вдохновения. И также к этой коллекции полотается у нас прекрасная вот такая вот пластиночка с разными классными высказываниями. Ну, мы сегодня с декорациями не поработаем. Мы поработаем именно с цветовыми решениями. Итак, что же необычного сегодня я для вас подготовила в теме градиентов. Градиенты у нас сегодня будут двойные. И будем подбирать их по оттенкам. Чем хороши коллекции? Коллекции хороши тем, что оттеночки уже подобраны между собой очень неплохо. И хочу сказать, что как раз вот здесь вот зеленый и голубой классно между собой сочетаются. Зеленый и коралловый неплохо тоже будут смотреться. В принципе, и голубой с коралловым тоже неплохо будет смотреться. И коричневый вот этот мы сделаем с ним градацию, такую градацию. И посмотрим, как он будет у нас высветляться. Поэтому давайте сколько успеем, поделаем разных. Я предлагаю для начала взять зеленый с голубым. И буду наносить сначала голубой оттенок. Сегодня взяла такие большие типсы, чтобы все-все вам было хорошо видно. Так, голубой оттеночек. Он такой, знаете, голубой, чуть-чуть с бирюзой, мне кажется. Ну, такой, прям классный, как водичка. Так, и вторую сделаю как раз коричневый, буду высветлять. Буду высветлять коричневый, поэтому возьму беленького немножко. Это может быть любой белый гель-лак. Может быть 001, например. И постараюсь смешать сейчас несколько оттенков, чтобы у меня было и посветлее, и потемнее. В один, видите, я в белый добавила коричневый, а в другой добавила, наоборот, в коричневый каплю белого, чтобы у меня они разошлись по тональности. И, возможно, здесь можно еще мы с вами сделать красненького тоже чуть-чуть. Так, что мы здесь делаем? Мы здесь наносим встык-встык. Смотрите, здесь что классно, в чем фишка дизайна. Можно не залипать на градиенте. Можно не залипать на градиенте, потому что у нас с вами будет сверху еще рисунок. И поэтому градиент можно сделать достаточно быстро. Давайте здесь сделаем, например, по акрилу. Покажу вам по акрилу градиент. Чтобы по акрилу смешать, мы сначала наносим цвета и быстренько-быстренько их перемешиваем. Это нам нужно для того, чтобы у нас не было потом проплешин. И мы следующим слоем сразу же сделали в один слой. Так, куда у меня ускакала кисточка для градиента? О, все, она упала. Извините. Так, здравствуйте. Так, кто присоединяется, мы делаем сегодня градиенты. Сначала смешиваем. Прямо, знаете, очень-очень так вальяжно, скажем так. Стягиваем все вниз. Будут видны вот такие вот щиры. Вообще ничего страшного. Теперь мы ставим, разворачиваем кисточку, ставим ее боком и проходимся, смешивая эти цвета между собой, заодно убираем излишки. Когда один раз прошлись, сразу же кисточку протираем, чтобы у нас верхний цвет не цеплялся за нижний цвет. По градиентелям берем акрильчик прозрачный и посыпаем это все акрильчиком. Чтобы у нас образовалась такая, знаете, рыхлая поверхность, потому что в основном все беды от кисточки, да, все, что вы мучаетесь, что вот эти щиры, они видны, они в основном все на... Важна ли вязкость гирлака при таком способе? Сейчас, Оля, отвечу. Когда поверхность гладкая, все, естественно, ворсинки видны. Вот когда она становится вот такой рыхлой, уже они рассеиваются как бы в точечке и не так заметны. Важна ли вязкость гирлака? Важна она, если вы вообще прям по-сырому делаете и ничего больше не посыпаете. То есть вот здесь вот в акриле не так важна вязкость, как если вы ничем не будете посыпать. И больше это, знаете, где важно, когда вы сочетаете два цвета. Ну, допустим, если у вас одна коллекция, у вас все цвета будут примерно плюс-минус одной консистенции. Если вы мешаете разные оттенки разных фирм, возможно, что какие-то из них будут более жидкие, а какие-то более вязкие. Соответственно, вязкие в жидкие очень тяжело заходят, так же, как и жидкие в вязкие. И если у вас какой-то материал будет просто очень-очень жидкий, то он будет постепенно у вас на кончик стекать большой каплей. Поэтому или бы в бока растекаться. То есть чем я, например, люблю технику по сухому, чем люблю технику по сухому, тем, что мы постепенно наносим цвета. И они у нас не успевают растечься и не успевают никуда стечь. Вот там как бы консистенция вообще мало важна. А когда вы по сырому делаете, она более актуальна. То есть нужно прям последить. И теперь мы будем перемешивать прямо уже вот по этой рыхлой поверхности. Здесь, знаете, что важно? Здесь важно не переборщить со слоем. То есть если до этого мы накладывали, у нас был слой такой пожирнее, да, то здесь нужно прям вот втаптывающими движениями. Вот я с этим столкнулась. Из одной коллекции идеально смешиваются в градиент. Да, в коллекциях в основном подобраны уже цвета, чтобы вы, знаете, вообще не парились. Просто брали и делали. И по оттенкам подобраны часто цвета. Допустим, в Soful Morning коллекции, да, там вообще просто они идеально друг к другу входят, потому что там только вот этот потемнее, 413. Остальные все по тональности очень хорошо друг к другу подходят, и градиент вам легко делать. Также втаптывающими движениями наносим коралловый. Так, закончился у меня, что-то я мало мешала. Ну, ничего, сейчас мы быстренько смешаем. И все, уже остальное прокрасим. Здесь нам нужны такие прямо топтательные движения, поэтому здесь кисть для градиента нам уже мало подойдет. Она очень мягкая. И начинаем прямо вот на типсе смешивать. Опять же потихонечку, потихонечку спускаемся вниз. Эта техника хороша для вот именно таких контрастных градиентов. когда мы смешиваем с вами... Можно прямо вот так постаскивать. Когда мы смешиваем с вами два или несколько цветов, которые у нас по тональности, по светлоте очень-очень сильно отличаются. Вот мы их можем прямо здесь взять и перемешать. И, знаете, не делать миллион промежуточных оттенков. Кисть сейчас используете для выкладки? Да, можно использовать для выкладки. Можно использовать мазковую кисточку, например, поменьше. Ну, я просто привыкла к такой работать. Можно вот такую поменьше. Можно с ворсом, который покороче, брать кисточку, чтобы она именно вот вам втирала, понимаете, втаптывала этот цвет. Слушаем. И вот то, что я говорила по сухому. Это самый мой любимый способ. Я его обожаю. В основном я пользуюсь в работе им. Потому что он позволяет делать быстро, чисто, но вообще без каких-либо проблем. Нужно только уметь, девочки, хорошо подбирать цвета. И опять же, возвращаемся к коллекциям. В коллекциях у вас эту работу за вас уже сделали. Вам ничего не надо подбирать. Вам же все подобрали. Поэтому с коллекциями, конечно, классно, удобно работать. Я еще люблю очень этот способ, когда мне не надо залипать на градиенте. Вот у нас сейчас с вами такие дизайны, когда нам не надо залипать на градиенте. Потому что у нас еще сверху будет там целая история. И мы быстренько должны это сделать. Какой акрил нужен? Мелкофракционный. Бывают разные помолы. Бывают акрил крупного помола. Тогда вы вот частички прямо видите. А бывает вот такого мелкого. То есть вы прям частички практически не замечаете. Он как пыль. То есть чем мельче у вас будет акрил, тем лучше. Ну, даже не то, что тем, чем меньше. Маленький, ну, мелкого помола акрил будет хорошо ложиться. Потому что акрил, который у крупного помола, он будет вам по топам давать очень сильную рыхлость. Теперь теклосом перекрываем. И когда вы будете перекрывать, вот смотрите, да, когда будете перекрывать, у вас будет вот такая вот история. Видите, вот сейчас дрожалка такая на типсе. Ну, то есть если будет крупный помол, вам будет тяжело перекрыть. Понимаете? Мелкая фракция, то есть однородный, ну, можно сказать и так. То есть он должен быть очень мелкого помола, как пыль. Тогда он будет вам легко давать вот эту вот рыхлость нужную. Если он будет крупного помола, то вам потом перекрыть будет сложно. Вот двумя слоями будете перекрывать, и он может вам бликовать и давать также, ну, видимость вот этого рыхлого слоя. То есть у вас слой будет видимый, то, что у вас там акрил, акриловая пудра. И там крупинки прям, знаете, они видны их, они как отдельные такие получаются. А когда у вас мелкий помол, она прям однородная, как пыль. Мелкая-мелкая. Так, что нам теперь потребуется? Нам потребуется также два цвета для одного и для другого. И также потребуется акрил. Здесь у нас есть этот оттенок, да. А второй сейчас мы быстренько еще разочек смешаем. Что-то я все каждый раз его как-то мало намешиваю, и у меня заканчивается. Так, ну, я думаю, что достаточно. Так, и сразу же выложим темненький тоже на палитру. Так, по поверхности уже высохший, просохший. Я на всякий случай все равно протираю. Хоть теклос и без остаточной липкости высыхает, но прямо мне вот, если она вдруг где-то у меня не досохла чуть-чуть, надо хорошо прям просушить теклос, чтобы точно-точно ничего на него не прилипло. Маникюр у вас оригинальный и классный. Спасибо большое, да. Я сняла сегодня уже мастер-класс на него подробный, и он будет выложен в ВКонтакте точно. И, возможно, здесь тоже девочки-менеджеры выложат. Это тоже там на их усмотрение. Спасибо большое. Я сама от него балдею, особенно вот от этого ревущего глаза. Не знаю, почему-то он мне сейчас как-то... Не могу сказать, что у меня ревительное настроение, но вот он мне прямо зашел очень хорошо. И очень люблю сейчас экспериментировать с ногтевым ложем. Наверное, уже видели в видео, выложенные и на YouTube тоже есть, что оно вот такое вот ступенчатое, что ногтевое ложе отдельно, а кончик отдельно. Не знаю, прямо кайфую от таких экспериментов. На самом деле вся эта история очень носибельная, потому что основные точки, они все укреплены, зона стресса, точки вроста. То есть это, можно сказать, как полноценный ноготь. Нарочено это все на гелевые типсы. На гелевые типсы. И типсы, она ничем не перекрыта. То есть она имеет толщину гелевые типсы. На ней просто рисунок. Только топом перекрыто. А материал именно для наращивания, он только на ногтевом ложе лежит. Висит. Лежит. И поэтому, девочки, я почему еще так кайфанула от этой всей истории? Потому что они носятся просто, вот знаете, как вот такие вот ногти. Не длинные, а как будто у меня вот такие ногти. Они настолько легкие. Конструкция легкая. Потому что нет перегруза вот на этой длине, как обычно, знаете, мы наваливаем, да, чтобы потом опилить. И все равно у нас получается раза в два тяжелее, потому что здесь тоже присутствует материал. Апекс выстроен, да, все, 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 как бы, ребра жесткости соблюдены. А кончик максимально облегченный. И он классный еще на торце. Он прям тоненький, хорошенький. И они носятся прям очень легко. Вот. И у меня прям кайфово. Так, ну ладно, отвлеклись. Теперь начинаем рисовать. Начинаем рисовать полоски. Да, держится за счет арки. За счет арки, за счет того, что все, что нужно, укреплено. Смотрите, там, где у нас светло, у нас будет темно наоборот теперь. А там, где у нас темно, мы поведем, наоборот, в светлоту. Сейчас еще можете на фоне где-то слышать храпушки. Это у меня собака спит. Мы недавно завели собаку. Он еще малыш, но с мамой ходит на работу. Вот. Он сладко сейчас дрыхнет. Может иногда похрапывать. Если слышите храпушки, это пес. Какой породы? Французский бульдог. Французик. Так. Наметили, как у нас пойдут полоски. Теперь берем среднюю тональность и врисовываем. Нам самое главное, чтобы у нас не сильно совпадала тональность с тем местом, где проходит полосочка. То есть, помните, светлое на темном, а темное на светлом, наоборот. Тут есть смысл, может быть, делать понесколько. Я вот сейчас сразу все начала делать. Что-то спросили у меня, а я пропустила. Увлеклась рисованием. Если не сложно, еще разочек. Здесь можно тоже, знаете, не прям сильно перемешивать. Не парьтесь, если у вас какие-то там маленькие остаются чиры. Потому что потом мы это все сейчас засыпем акрилом. И они не так будут заметны под акрилом. С градиентом полет фантазии вечный. Да, вообще прям. Я очень люблю фантазировать на тему градиента. Люблю и вставки градиентные всякие разные делать. Короче, да, градиент он такой. Так, ну и красненького чуть-чуть возьмем тоже. Сейчас мы наметим и будем немножко их смешивать, чтобы не было прямо так вот кусками. Мы их, конечно же, чуть-чуть сейчас перемешаем. Эти полосочки. Да, со стемпингом тоже прикольно. Пока не очень. Ну, главное начать. Главное начать. Я вот сегодня начала рисовать, например, тоже. И так увлеклась, что прям чуть на эфир не опоздала. А потом полет фантазии он выведет. Так, наметили. Т-д-д-д-д-д. Тут, кстати, можно еще чуть-чуть темненького добавить, чтобы не пропадал кончик. Ну и все. Теперь будем перемешивать. В принципе, перемешивается достаточно быстро. Прямо на границах вот так вот побалантить их немножечко. Красиво очень. Ой, мы сейчас все это засыпем и вообще будет прям прикольно. Сейчас перемешаем на стыках немножко. Не обращаем пока внимания на границы. Мы их поправим. Просто пока перемешиваем. Перемешиваем. Поэтому слишком часто вот здесь полосочки не делайте, девочки. А то будет, ну, сложно вам будет перемешать. Вот где-то немножко начистила. Тут вообще сбилась у меня полоска куда-то. Все просто эффектно. Да, смотрится оно эффектно. Теперь берем и прям чуть-чуть вот кое-где почищаем. Там где, ну, уж откровенно прям получилось. Не очень. Там подчищаем. Вот так друг в дружку тоже. И берем опять акрил. Прикольно еще получается, когда акрил с мелким-мелким шиммером. Очень тоже интересно смотрится. Все засыпаем, даем пропитаться и стряхиваем. Можно еще разочек. Как видите, если что, блеск появился, значит пропитывается акрил. И можно еще немножко посыпать. Все, кладем сушиться. И то же самое делаем на вот такой. Запись будет? Да, конечно, Юль. Мы всегда оставляем в записи все эфиры. Обязательно. Так, и здесь. Здесь полегче у нас, потому что у нас два цвета. Вот смотрите, если вы такую историю не делали вообще никогда, можно песок Эмми использовать. Можно, конечно. Мы сейчас его и будем тоже использовать. Покажу вам, как с песочком это выглядит. Просто как раз песок, вот возвращаясь к вопросу о фракциях, да, как бы я помоли. Песочек, он как раз поплотнее, поплотнее, а акрил, он понежнее. Ну, вы сейчас увидите разницу и поймете. Просто именно вот когда сыпете, именно когда сыпете, там не так важно, какой фракции у вас частички. Просто это влияет на бархатистость или, наоборот, не бархатистость. А вот когда вы делаете по акрилу, то, что я сейчас показывала, как раз там очень влияет фракции. Потому что если там будет у вас крупнозернистый материал, например, песок, то вы не сможете потом, вам будет очень тяжело перекрыть его, этот песок, топом. Понимаете, он же будет весь торчать, как иголочки. И вы заколебетесь просто его перекрывать. Будет много-много слоев, жирный ноготь, зачем это надо. То есть вам вот именно в градиенте, когда я делала растяжку, вам нужно именно мелкозернистый материал. А когда у вас уже, например, вы посыпаете, как сверху, я сейчас посыпала, то там это не так имеет значение, это влияет только на барельеф. Он будет более гладким, либо он будет более шершавым и царапучим. Смотря, опять же, на что у вас готов клиент. Да, если у вас клиент нервная, больная женщина, вот, ну, давайте так это назовем, да, то нервная женщина такая, которая не может, вот, когда у нее на ногтях что-то, она нервничает, она это ковыряет, она это пока не сдерет, не успокоится, да. Вот, ну, я думаю, у всех таких есть клиенты. Вот, то ей это не надо делать, крупнозернистый какой-то барельеф. То ей нужно сделать легонечко акрилом, возможно, это не будет ее раздражать, и посоветовать еще пить какой-нибудь новый пассивид. Вот. А если, например, это спокойный человек, то, может быть, и прокатит более барельефная история. Смотрите уже по клиенту. Если он сгрызает ногти и без барельефа, не надо ему делать барельеф, потому что он сгрызет его вместе с ногтями. Пока последней крупинку не отгрызет, он успокоится. Вот, да. Бывают разные, конечно, клиенты. Поэтому смотрите. Видите, вот когда два цвета, оно как бы побыстрее, полегче. Поэтому, если вы вот такие вот, они вам понравились, такие загадочные переходы друг в дружку, и вы никогда их не делали, хотите попробовать, сначала попробуйте делать именно вот два цвета. А когда два цвета у вас полегче будут, да, вообще залипательные, они, знаете, такие, и клиенты на них залипают, они говорят, ой, Аня, ну, прямо ходила я целый месяц, как этот, как... Да, с людьми работаю в психологии и философии. Да, да. Так, вот, и это давайте мы посыпем песочком. И посмотрим, как отличаются у нас. У меня только, правда, песочек такой. Видите, уже бывалые, видалые виды. Песок у меня. А есть ли еще фон светящийся сделать? Да. Можно. Только осторожно. Да, можно, можно и светящимися каким-то цветоотражайками. Но там эффектов вообще-то очень много. смотря на что там у вас фантазия и, соответственно, на что клиент готов у вас с чем походить. Так, сушим. Так, щеточкой смахиваем сначала с первого. Тут, видите, прикол еще в том, что они, получается, одни матовые, да, а другие глянцевые. И получается еще вот в этом, как бы, интерес. И вот так вот все перемешалось, перепуталось. Что-то глянцевое, что-то матовое. И оно такое приятненькое на ощупь. Не сильно раздражающее. И такое, да, загадочное. Сейчас как раз очень вот модно все такие переходы, эффекты. Да, уже как-то вот отходим мы от каких-то конкретных вещей. И различные всякие расплывчатые штучки, они очень такие интересные. Визуально очень непонятно, интригующе. Да, такая мистика-загадка. Ну, давайте второе посмотрим. Вот, тоже клево получается, смотрите. Да, тоже классно. Сейчас попробую лучше приблизить. Вот. Вот, но уже более такой рыхлый эффект. И смотрите, еще песок, песок, он вообще очень крутой материал. Он полимерный, как и акрил, но он как бы пропитывается цветом, да, и остается вот такой вот крупкой на поверхности, бархатистой. Но он имеет все-таки прозрачную основу, поэтому, когда вы на темное сыпите, вот эти крупинки, они бывают немножко видны. Его идеально прям сыпать на любую пастель, либо на такие цвета средней тональности. Ну да, песок крупный, по-моему, прям текстурный. Да, то есть там получается, видите, по-другому немножко. Чуть-чуть более рыхлый, он такой, как сахарочек, да. И граница получается у линии более рыхловатая. Вот. А тут он смотрится таким вот бархатистым эффектом. То есть тут уже на то, что вы хотите сделать, да, на какая у вас фантазия и на что у вас готов клиент. Но вот такие залипалки, чем мне вот нравится, смотрите, тем, что вот этот, видите, градиент у нас внутри, мы его можем сделать, ну, не стараясь даже, ну, прям, вы знаете, не сильно там зацикливаться на нем, потому что он перекрыт у нас линиями. И линии тоже, если присмотритесь, они, видите, у меня как входят друг в дружку, даже полосками где-то, но за рыхлой вот этой текстурой это не бросается в глаза, это не очень видно. И вот здесь тоже, да, не сказать, что я там перемешивала до идеального какого-то идеала, но когда вот это все такое бархатистое, рыхлое, оно незаметно. Поэтому, по сути, дизайн, он достаточно быстрый получается и очень-очень эффектный. То есть, если его сочетать, например, с какими-то, ну, он будет вообще с любыми вещами сочетаться, очень классно, да, можно с какими-то там надписями его там сочетать, да, либо вот с такими, потом на однотонном фоне, либо вот даже с такими какими-нибудь, где и буквы, и какие-нибудь такие вот абстрактные кляксочки, да, вот с такими, например, вот, have courage можно вот к этому отнести, а be kind, например, вот сюда можно на однотонный приклеить. Любые вот такие черные надписи. Спасибо за мастер-класс информацию. Пожалуйста, Оль, я надеюсь, что она вам поможет. Вот с какой-нибудь вот тоже геометрией прикольно будет смотреться на соседние многоточки, лаконичные, вот с такими штуками тоже классно. Вообще вот этот весь слайдер, мне кажется, прям подходит сюда идеально. Ну, а если, конечно, вам хочется, то любые вот эти тоже наклеечки из аффирмаций, да, слайдеры, они тоже будут классно. Вот с этим, например, сочетанием цветовые, мне кажется, будет очень красиво вот эти вот смотреться все дамы. Вот они, ну, какое-то такое, да, немножко получилось как раз женственное, такое загадочное, с бордовым классно будет смотреться, с однотонным, просто с коричневым однотоном, или, например, с какой-нибудь декорацией, надписью и так далее. А второй, вот этот вот, будет классно смотреться, например, с декорациями вот здесь из путешествий, какими-нибудь, да, тоже можно прикрепить просто на однотонный фон и дополнить какой-нибудь надписьяшкой. Вот, надеюсь, что вам пригодится в работе и будет радовать вас и ваших клиентов. Если вы такую штуку не пробовали делать, обязательно попробуйте. Я думаю, что эффект будет на клиентов произведен. Подруги затискают за ногти, будут смотреть, что там такое, и говорить, кто тебе такое сделал, а мне такое вообще никто не делает, и придумать ничего не могут, и сразу же повалит просто поток новых клиентов. Ну, сейчас, девчонки, хорошее вам настроение, не буду сильно затягивать, чтобы пересматривать было удобно. Желаю вам хорошего вечера, если у вас вечер, хорошего дня, если у вас утро. Обнимаю, целую. Пока-пока, до новых эфиров. Субтитры сделал DimaTorzok